Добрый вечер! И с вами я Михаил Шилов, автор проекта корректура.ру, докторшилов.ком. Сегодня поговорим о двух рычагах самовоздействия для тех, кто только решил начать худеть и трансформировать свое тело. Эти два рычага самые основные и базовые. Первое это физическая нагрузка, второе это пролитый режим питания и диета. Так вот, совет тем, кто только начал работать на трансформации собственного тела. Я повторюсь, есть два основных рычага для работы с массой собственного тела. Я не говорю пока про физическую форму, говорим сейчас только о массе. И особенно, если речь идет об избавлении от лишнего жира, потому что, конечно, мышечную массу мы бы не хотели терять. Итак, номер один, это физические упражнения. Второе, это правильное питание. Не только бжук, белки, жиры, углеводы, но и режим питания. Сразу одновременно использовать по полной программе в полной мере эти два рычага не получится. Это довольно сложно для начинающих. Поэтому надо начинать с одного. Использование двух рычагов одновременно является самой частой причиной отказа от своих целей. Не хватает сил, энергии и, как следствие, воли для того, чтобы выдерживать режим довольно продолжительное время. Даже при сохранении мотивации происходят срывы. А если теряется мотивация, то на этом теряется вообще все. Но вполне возможно подойти к максимально эффективному использованию этих двух рычагов управления весом, если действовать не наскоком, а постепенно и рационально. Поэтому, если основной задачей является снижение веса и жиросжигания, то начинать нужно в первую очередь с диеты. С физической нагрузкой намного проще все. А вот с диетой намного сложнее. Лично мне, например, гораздо проще много потренироваться, но потом и много поесть, чем какое-то время поголодать. Но если же первостепенной задачей является тренировка сердечно-сосудистой системы и повышение выносливости, функциональная подготовка, то лучше начинать с физической нагрузки. Поэтому здесь на самом деле выбор зависит только от вас, от того, какие перед вами стоят цели и какие приоритеты. Причем не всегда это должен быть бег, кроссфит, интервальный тренинг. На самом деле для начинающих может подойти просто быстрая ходьба. Вот уж казалось бы, да? Но на самом деле, если человек много времени проводит за столом, то он на самом деле бегать ему рано. Ему сначала надо научиться ходить именно с ходьбы и рекомендуется начать. Если человек не проходил в день 8000 шагов, то, разумеется, и бег километров на пять – это будет слишком много для него. Так вот, гораздо проще использовать оба рычага, если вводить их по очереди. Выбираете один какой-то, значит, практикуете его пару недель или даже месяц, и только потом подключаете второй рычаг. Так вот, что же выбрать я вам определил, то есть вы определите сами, я вам дал совет. А вот приоритеты, какие вы расставите, это уже все зависит от вас. Ну, давайте попробуйте и напишите в комментариях, что у вас из этого получится. До встречи, друзья! Обязательно подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Удачи! Пока!